Мы не хотим спать, не будем. Ну, здравствуйте, приехали. А игрушки-то зачем кидать? А это чтобы вы наконец поняли, что мы не будем спать. Малыши, ну как же так? Ну что такое? У нас тихий час. В детском садике такой распорядок. Каждый день тихий час. С часу до трёх. А кто придумал этот распорядок? Вот в школе, например, не спят. Точно-точно, в школе тихого часа нет. Мне брат рассказывал. И вообще, там так здорово. Можно бегать на переменах, кидаться учебниками. А давайте будем бегать в детском садике и кидаться игрушками. Вы знаете, а учительница, наверное, ругает их за то, что они учебники кидают. Учебники это собственность школы. Значит, они кидают незаметно. В школе не как в детском саду. Учитель не всегда за всеми смотрит. Точно. А на переменах полная свобода. А в столовой нету манной каши с комочками. Есть булочки, пиццы и салатики вкусные. Мне сестра рассказывала. А ещё там можно купить в автомате газировку и шоколадку и даже чипсы. Ух ты. А у нас в садике такого автомата нет. Есть только каша с комочками, молоко с пенкой и винегрет, который я не люблю. Да, я не поняла. У нас тут что, забастовка что ли? Ребята, ещё раз по-хорошему прошу, ложитесь, пожалуйста, спать. Не хотим. Не хотим. Не хотим. Аккуратно, не брякай кастрюле. Иди сюда, я тебя посажу на кроватку, расскажу вам сказку. Ээээ, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. В школе не рассказывают сказки, зато там можно с друзьями рассказывать прикольные истории, страшилки всякие. И вообще там здорово, не то что в нашем этом детском садике. В школе говорите здорово? Хм, слушайте, а давайте-ка со мной поспорим. Давайте я с вами поспорю, в школе круче, чем в детском садике и точка. Хм, да? А я думаю, вы поменяете своё мнение. Да, цветочек? Гай, что ты задумал? А я сейчас позвоню своей дальней знакомой. Эдна из суперсемейки, знаешь, она теперь работает в школе куколол. Организую-ка я ребятам экскурсию на один день. Ура, Гай, а ты не врёшь, я хочу в школу! А можно мы там в столовке будем чипсы есть, на переменах скакать, учебниками кидаться и рюкзаками драться? А вот это вы и узнаете, что вам там нарассказывали ваши старшие братья и сёстры. Как там здорово в школе. Ну ладно. Так, только у меня есть одно условие, ребята. Какое ещё условие? Вы должны проспать весь тихий час, пока я буду договариваться за вас. Ага, вы нас обманете. Мы сейчас уснём, проснёмся, а вы скажете, какая ещё школа? Это шутка была. Нет, сначала школа, потом тихий час. Точно, точно. Гай, ты уверен, что она согласится на это? Я не знаю, она так-то хорошая. Сейчас. Она любит всякие эксперименты, челленджи там. Если у неё нет уроков, она возьмёт нас прямо сейчас. Алло, Эдна, здравствуйте. Это Гай, помните меня? Ага. Слушайте, я сейчас работаю в детском садике, и у нас малыши бастуют, спать не хотят. Говорят, скучно стало в детском садике. Хотят в школу, там весело и классно. Ну да. Через час. Отлично, договорились. Ура! Собираемся в школу, ребята. Стойте, стойте, куда побежали? Тот, кто ходит в школу, носит с собой рюкзак с учебниками и тетрадками. Ух ты, у нас ещё и рюкзаки настоящие будут. Вот это да. А можно мне ещё дневник для пятёрок? Ну а как, обязательно. Алё, да, 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 Гай, конечно. Ты знаешь, отличная идея. Да, я тоже от своих уже устала. Давай, да. У меня сейчас урок. Ну где-то час, да. Ага, всё, давайте что. Ну что ж, я вам хочу сказать одну очень нерадостную новость на сегодня. Какую ещё новость? У нас будет не одна, а две контрольные? Нет, к сожалению, не будет следующего урока, как раз с контрольной. Перенесём его на завтра. У меня тут есть дело одно. Ура, как здорово, бежим отсюда! Подождите, подождите, я не договорила. Ой, убежали уже. Ну ничего, прослушали, сами виноваты. Завтра будет контрольная по другой теме. Ребят, ну ладно. Держите, малыша. Это кому-то из мальчиков. Ого, гой себе рюкзачок. И как его до школы дотащить? Так же, как носит твоя сестра или брат. Одеваешь лямочки и вперёд. А вы как хотели, вы же в школу собираетесь. Это вам не детский сад. Без рюкзака не пойдёт. Ого, гой себе. Гай, а можно я понесу рюкзак, а вы понесёте меня? Нет, не дайте, давай, давай. Ну ладно. Не сдаваться же в начале пути. Нести, так нести. Держите, это кому-то из девочек. А следующий рюкзачок случайно не поменьше будет? Может, я подожду? Нет, не поменьше, есть только побольше. Побольше? Нет, спасибо, я с этим пойду. Брат, ты как? Ты там живой? Да вроде похода. Далеко там ещё эта школа? Цветочек сказал ещё два квартала. Как хорошо меня мама на машине в садик возит. А это почти всегда так. Мало кто из родителей может возить детей в школу, потому что график работы и школы не совпадают. А детский садик работает с 7 утра, поэтому родители всегда успевают привезти вас в детский сад. Давайте идём, идём. Ещё недалеко. Меня подождите, всё-таки тяжело. Ещё до школы не дошёл, уже устал. Ничего, сейчас дойдём, беситься будем, бегать на переменах. Конечно, конечно, главное дойти. Ну вот, ребята, мы и пришли, это класс. Здесь будут уроки ваши идти. Здравствуйте, Эдна, передаём вам группу нашего детского сада. Здравствуйте, ой, какие махонькие, какие махонькие. Ну что, учиться-то не передумали? Ой, какая она строгая, кажется. Ага. Не, не передумали. Но бегать на переменах и беситься я вроде передумал. Я еле этот рюкзак донёс. Так устал, сейчас бы поспать или полежать немножко. Поспать и полежать, к сожалению, в школе не получится. Так, звонок на урок, рассаживайтесь за парты. Ух ты, настоящие парты. Молодцы. Ой, вас даже не видно из-под них. Ну ничего, отправитесь как-нибудь. Сейчас выдам вам листочки. Будем... Что бы с вами поделать-то? Писать-то вы ещё не умеете? Ладно. Давайте тогда... Пересказ. Сейчас я вам расскажу одну историю. И вы должны будете по очереди мне её пересказать точь-в-точь. Ну, как запомнили. Я за это выставлю вам оценки в дневнике. На лесной опушке, по лесной тропинке пробежал серый пушистик. Кажется, он спрятался за вот это. А нет, вот за то дерево, которое находится левее. Смотрите, у него растёт там мох. А где же этот пушистик? Куда же он сбежать мог? Ой, смотрите, в чаще леса трава шевелится. Наверное, он там. Хрустя палками и иголками под ногами, я проходила по лесу всё дальше и дальше. У меня было непреодолимое желание найти этого зайчика. Пройдя дальше, я услышала... Храп? Вы что, спите, что ли? А ну, подъём. Просыпаемся, просыпаемся, просыпаемся. Вы что, на уроке засыпать ни в коем случае нельзя? Нельзя! А-а-а! Ой, ой, в школе мы. А я подумала, тихий час и нам цветочек сказку рассказывает. У меня сразу глазки и закрылись. Извините, пожалуйста, мы больше так не будем. А я буду, я спать хочу почему-то. Ещё этот однотонный голос, история эта. А ещё... Нет, не будешь, нельзя. А то вызову родителей твоих в школу. И они тебя наругают, потому что ты нарушаешь правила школы. Ладно, я попробую не спать тогда. Ну, а теперь все меня выслушали, пересказываем. Так, давай начнём с тебе. Ой, извините, я уснула, я ничегошеньки не запомнила. Отлично. Давай дневник, я поставлю тебе два. Ты расскажешь? Ни-а. И я спала. И я спал. Вот какие молодцы, первый день в школе, а уже всему классу двойки. Несите мне дневники. Ой, звонок. И идите в столовую. Ура, столовая. Бежим скорее, ребята. Там же можно чипсы купить и газировку. И кушать это, да, два. А вот он и автомат этот, так, как будто Кока-Колу. Почему-то не наливает. Подскажите, пожалуйста, почему автомат не даёт газировку? И чипсы не насыпает. Мы на все кнопки нажимали. Он у вас что, не работает? Автомат был полностью исправен. Вы монетки туда кладёте? Кола 40 рублей, чипсы 30. Там ценники написаны. Какую такую монетку? У нас нет денег. Ну так, конечно, нет денег. Нет ничего того, что продаётся в этом автомате. Продаётся, а не даётся просто так. Вы что, ребят? Первоклассники, что ли? Вот оно что. Деньги нужны. А деньги в детский сад не дают. А в школу дают. Не знаю, у меня мама даёт только за хорошие оценки, а не просто так. А нам бы ничего не дали. У нас сегодня двойки. А я вообще-то кушать хочу. Скажите, пожалуйста, а бесплатно в школьной столовой что-нибудь можно съесть? Бесплатно? Конечно. На выбор. Манная каша, каша пшёная. Хлеб с маслом, молоко кипячёное. Что будете? Фу-фу-фу-фу-фу. Здесь тоже, оказывается, дают кашу. И молоко кипячёное. Нет, спасибо, я не буду. Можно просто хлеб с маслом. Я, по-моему, голодная останусь. Ребят, вы чего расселись-то? Звонок же был. Быстренько в кабинет, на урок. Но мы же ещё ничего не поели. В школе всё по времени. Кто не успел, тот не съел. На урок. А то прогул поставлю и родителей вызову. И замечание в дневник напишу. Просидели весь урок в столовке. Сразу задам вам домашнее задание. Нужно будет нарисовать рисунок на любую пьесу Чайковского. Ясно? Дома сделайте, завтра принесёте. Кто не принесёт, тому два. Чего это ещё? Мы дома ещё что-то должны делать, что ли? Я домой из садика прихожу, ничего не делаю. Я отдыхаю. Всё верно. Это ж вам не садик, это школа. Каждый день я вам много чего назадаваю. Это только первое домашнее задание. Вы как хотели? Фу, гадость какая-то домашнее задание. А когда мы пойдём гулять? Да, я устала тут сидеть. У папы отсидел. Тушно у вас. Мы хотим на прогулку. Ещё чего? В школе мы ж не гуляем. Зимой вот будет физкультура на лыжах. Прогуляйтесь. И в хорошую погоду у нас тоже физра на стадионе. Но это урок. Физическая подготовка. Пойте там скакать, прыгать. О, мы хотим физру, хотим физру, скакать и прыгать. Отжиматься, подтягиваться, бегать на время. Чего? Оттягиваться и отжиматься? Я не умею. Не хочу. Это сложно и тяжело. Это физкультура. Урок. И вас никто не спрашивает, тяжело вам или нет. Не сможете, не справитесь. Получите двойки. Ну, впрочем, как обычно. Рюкзаки тяжелые таскай. На уроках чего-то отвечай. Спать не дают. Чипсов тоже. На прогулку не водят. Постоянно двойки ставят. Еще надомно задают. Да фу, эту школу не хочу. Можно мы в детский сад пойдем обратно? Меня так в сон клонит. Сейчас бы сказку цветочка и спать в теплой кроватке. А вот школы эти ваши, это все потом. Поняли наконец-то? Вот вырастите, окрепните. Силы и ума наберетесь и добро пожаловать к нам в первый класс. А пока вам еще тут все сложно и не интересно. Поэтому давайте сейчас позвоню Гаю, он вас заберет. Мы согласны. Цветочек, цветочек, расскажите нам сказку. Мы так устали. И так хотим спать. Сказку вам до тихий час подавай. А как же в школу, на уроки? Завтра пойдете? Нет, цветочек, пока мы лучше походим в детский сад. До школы нам еще далеко. Ага, поняли. Наконец-то, что в нашем детском садике лучше, чем где бы то ни было. А в школу всегда успеете. Как только исполнится вам по 7 лет, сразу пойдете в первый класс. Но вы будете уже подготовлены, чем мы собственно с Гаем и занимаемся каждый день с вами. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok